Сейчас Расторговский пруд еще полностью покрыт снегом. Сотрудники МЧС рассказывают, что в этом водоеме мало ключей и лед здесь пока достаточно прочный. Но на территории округа много мест, где из-за переменчивой весенней погоды ситуация совсем другая. На территории округа многие водоемы, особенно глубокие водоемы. Водоемы, где большое количество ключей, где есть подтаивание, камыш, растительность большая. Есть вероятность проваливания под лед. Она увеличивается. Как рассказала начальник территориального отдела «Видная Расторгуева» Татьяна Полякова, на оперативном совещании глава округа Алексей Спасский дал поручение держать ситуацию на контроле. У нас в тиротделе четыре таких объекта. Это Расторгуевский парк, река Расторгуевка, Суханова деревня и деревня Спасская. Мы проехали вчера, посмотрели ситуацию, провели фотоотчет, фотофиксацию. И, соответственно, будем с нашими коллегами из МЧС поддерживать постоянный контакт. Сотрудники МЧС проводят большую профилактическую работу и рассказывают жителям о действиях при чрезвычайных ситуациях. Если же провалились под лед, то, во-первых, не нужно паниковать, нужно успокоиться, стабилизировать дыхание, попытаться захватиться за кромку льда, навалиться грудью на кромку льда. Спасатели информируют о том, как оказать помощь человеку, провалившемуся под лед. Необходимо взять с собой палку, веревку или же, если есть шар или ремень, ползком подползти к человеку, на расстоянии 3-4 метров подать ему спасательные средства, подручные, которые есть, и попытаться его вытащить. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Подмосковье потеплеет. Соответственно, лед на водоемах будет стремительно таять. При плюсовой температуре от нуля и выше толщина льда каждые трое суток уменьшается на 25%. Главное управление ЧИС России по Московской области обращается к жителям и гостям Ленинского городского округа о безопасном поведении на льду. И в ближайшее время необходимо прекратить как ловлю рыбы, так и выход на лед, используя переходы рек, озер. Соблюдайте правила безопасности и не испытывайте лед на прочность.